Ну что, привет, друзья! Второе наше видео. Основная тема – пророческие грани. С нами наша благословенная сестра во Христе Девора. Когда мы общались, определенные интересные технологии, духовные технологии, я услышал в ее жизни, они просты, но они наполнены премудростью Божьей. И вот я хотел бы также немножко поговорить, попросить ее поделиться некоторыми такими вещами. И я верю, одна из таких самых первых актуальных вещей, которые на самом деле тело Христово должно слышать, это как бы умение и способность, как ты это называешь, съедать друг друга. То есть я могу съесть ее, она может съесть меня, мы можем есть других. Расскажи нам технологию, как это происходит, для чего это происходит и какой результат можно ожидать того, когда это происходит. Я очень много размышляла над телом Христовым и над тем, что есть хлебопреломление. Мы все можем участвовать в хлебопреломлении, и кто-то может участвовать в непонимании. Я в свое время участвовала как в колдовском ритуале, и я думала, что мне спасет этот ритуал, но я не размышляла о теле Христовом. И когда я начала размышлять, что есть хлебопреломление, что есть хлеб, что есть кровь, и я поняла, что каждый из нас, он есть вот это тело, это хлеб. И я верю, что когда мы преломляем на самом деле друг друга, только тогда совершается соединение в теле Христовом. Что такое преломить друг друга? Мы очень любим слушать помазанных людей. Можно, да, послушать тебя и сказать, вау, какой замечательный дар, как чудно. Рассказывают, я хочу этого помазания, я хочу этого наделения, и я все принимаю, то, что говорит Дмитрий в конце каждого момента. Но кто-то ли думал, что есть что-то большее, чем дар? И я верю, что на самом деле зрелость состоит в том, чтобы съедать не просто дар, а съедать то, что дает Господь. А это прежде всего внутренность человека. И мы иногда оценим только дар и ценим, что вкусно в человеке, но мы не хотим самому кушать человека. Мы отвергаем человека, но через это не происходит слияние в теле Иисуса Христа. И это тот момент, который говорил когда-то один из пророков и ангелов, что мы как свитки. И можно скушать свиток, можно скушать помазание, но нам не хочется глотать это, потому что в чреве нашем порой очень горько от какого-то человека. И мы можем кушать с Дмитрием друг друга. И есть вещи во мне, которые еще не обновленные. И где моя плоть еще может вылезти? Где у Дмитрия может вылезти плоть? Но способны ли мы покрыть и съесть то, что вылезло? Способны ли мы принять человека вне дара, а принять самого человека так, как принимал нас Иисус Христос? Когда была вечеря, и Он взял чашу и взял хлеб, Он знал, что Он будет кушать нас. Вот таких несовершенных. Мы все преображаемся в образ Христос, в образ Христа. И я верю, что пока мы здесь на этой земле и не возмеслись, как Енох и Еленам есть, куда меняться, куда преображаться. И Бог дает нам съедать не только хорошие стороны, но также съедать и минусы наши. И я думаю, что на самом деле помазание передается тогда, когда мы принимаем решение съесть друг друга, преломить друг друга, преломить в тяжелой ситуации. Преломить не только тогда, когда кто-то на вершине, но преломить тогда, когда кому-то нужно подать руку, кому-то нужна молитва. И на самом деле, если мы посмотрим, сколько человек съели нас, а скольких человек съели мы, а делаем ли мы то, что заповедовал Христос, Преломляем мы на самом деле тело Иисуса Христа. И написано, если мы не будем этого делать, мы не имеем части. Мы хотим иметь помазание, но имеем ли мы часть в том человеке? Съели мы его? Позволили мы тому человеку съесть нас? Или мы можем отгораживаться определенными стенами? Было в моей жизни, где меня немногие могли съесть. И я думаю, что пророческих людей нелегко есть. И нужно определенный желудочный сок, который даст только Дух Святой. И Духовный Фистал, и Мизим, если кто понимает, о чем я говорю, который помогает переварить пророка. Но я вам хочу сказать, я верю, что тело Иисуса Христа, это не просто группа людей. Это на самом деле люди, которые смогли скушать друг друга и стали частью друг другом. И это как первоапостольская церковь, все было у них общее. У них были общие цели, у них были общие взгляды. И я верю, что мы можем иметь разные видения. У Дмитрия есть одно видение. В моей жизни есть другое видение, которое Бог нам дал. Но мы уважаем и ценим друг друга выше, чем самого себя. То есть мы можем молиться и благословлять, и ходатайствовать за друг друга, за то видение, которое нам дал Бог. Но через это мы преломляем и съедаем друг друга. Был момент, когда мы с моим, как духовным наставником, отцом, мы съели друг друга. Он съел меня, и мне стало легко. Он съел меня, я съела его. И я чувствовала себя настолько принадлежной телу Иисуса Христа. Мы можем сидеть в огромной общине, церкви, но мы можем быть закрытыми и не позволить никому съесть нас. И мы не захотим кого-то съедать, потому что это определенные обязательства. И это как духовный блуд, когда мы что-то хотим получить, но мы не хотим отдавать чего-то. Это вне завета отношения. Мы можем сидеть 20 лет, но мы не съедим человека. И мы не понесем эти слабые стороны, но мы укажем на эти слабые стороны. А как насчет того, чтобы съедать и сильные стороны, съедать помазание, съедать дар, съедать ту сильную грань, и говорить, да, аллилуйя, принимаю, но тебя я не хочу принять. Знаешь, Дмитрий, был момент в моей жизни, когда в мою жизнь начали приходить также пророческие люди, и я хотела получать то, что у них. Но пришел Дух Святой и сказал, готова ли ты съесть его? И я поняла, что мои мотивы были эгоистичные, и в этих мотивах был блуд. Я хотела только получить, но я не хотела принять того человека, понести того человека, стать частью того человека, позволить себя преломить с этим человеком. И я думаю, это очень важный момент, потому что так может прийти и духовный блуд, и он не только физический, но также и духовный, и душевный блуд. Когда мы подседаем на кого-то, мы можем слушать, мы можем принимать, но мы не хотим себя отдать, но мы в конечном случае не хотим съедать того человека, потому что он неудобоносимый, потому что характер вспыльчивый, еще одни обновленные. Ну как это, так можно съесть? Но я верю, когда мы как тело, и как пророческое тело, и как пророческие грани, начнем преломлять друг друга, как пророки, начнем преломлять друг друга, как людей, которых Бог дал вокруг нас, такими, как есть. Это не означает, что я такой, как есть, любите меня. Нет, это говорит уже о зрелости. Когда мы можем преломить, когда мы можем съесть, и когда мы можем прийти и сказать друг другу какие-то вещи, которые нам Бог показывает, ну в любви, духе кротости, в то же время покрыть и съесть. Я верю, только тогда сердца, они соединяются. И тогда нам не страшно признаваться друг перед другом, потому что мы знаем, этот человек меня принимает, этот человек разделит со мной эту ношу, этот человек придет со мной к Богу, этот человек будет со мной искать ответ в Боге, и с этим человеком мы можем найти ответ как Бога. И только тогда произойдет это единение и соединение, которое есть в тело Иисуса Христа. Когда мы посмотрим вокруг, на самом деле, о скольких мы съели людей, а есть ли люди, которые съели нас. Наверное, как бы мы можем так же подумать, что пророческих людей нелегко съедать, Дмитрий. Как ты думаешь? Конечно, конечно. Да, целиком согласен. И что интересно, пока Девора говорила об этом, настолько удивительно, просто, настолько глубоко и важно. Даже сам Господь, да? Он говорит, я в тебе, Отче, ты во мне, да будут они едино в нас. То есть, другими словами, Отец съел нас, и мы внутри Его. Иисус съел нас, и мы внутри Него. То есть, Христос в нас, потому что мы съели Его. И, соответственно, я могу съесть кого-то, кто Христов, как часть Его тела, и Он будет внутри меня. То есть, не только Христос внутри меня, но те, кого мы съедаем, они также проходят внутрь нас. И есть что-то, например, на нас. И есть что-то внутри нас. И если я, например, не съем тебя, я не смогу соприкоснуться с тем, что внутри тебя. То есть, так получается, что внутренность и внутренние какие-то вещи, ресурсы важные, они именно находят точки соприкосновения в этом. Я могу хотеть чего-то на тебе, и даже получить это, и это будет на мне, на определенное время. Но всегда, я думаю, больше чего-то, чего в нас, чем того, что на нас. И это, на самом деле, очень важный момент, потому что, я думаю, наверное, это также важно для наделения духовного, потому что многие люди сейчас, они ищут духовного наделения. Они ищут того, чтобы кто-то вот на них возложил руку, или кто-то им попророчествовал и сказал, что вот ты будешь такой, и все. И они думают, что вот просто на основании этого можно считать, что они что-то приняли и так далее. Но я вижу это намного больше. Да, это совсем намного глубже, и это важно стать также частью тела. И мы можем говорить, этот человек в теле, этот не в теле, но мы можем также смотреть на мотивы нашего сердца, в теле ли мы, не в теле, и съели ли мы кого-то. И сами себе задать вопрос. Я думаю, это нормально задавать вопрос. Это свободно, это не страшно задавать вопрос. А для чего я хочу этого наделения? А какая цель и мотив этого наделения? Служить Господу. А для чего? Я верю, что Бог, Он послал также по двое. И Бог, Он говорит, где двое или трое. И я верю, что уже эти двое или трое съедают друг друга. И я думаю, что также один из моментов, есть разная опять, возвращаясь к граням пророческого служения, есть грань пророка, которая носит в себе народы. Есть пророки для города, есть пророки для стран, а есть пророки для наций. И я верю, когда мы носим в себе внутри определенные народы и нации, и когда мы съедаем друг друга, эти народы, что они делают, уже соединяются в одно тело. И это также один из моментов священного служения, которое производится и происходит в таинстве, которое на самом деле мы даже можем не размышлять и не думать об этом, но это соединяется, мы можем через это соединять тело Иисуса Христа, которое есть сухие кости сегодня, которые обрастают мышцами, которые обрастают кожей, где может прийти Дух Божий. Но Он приходит только на соединение, на соединенные кости. И как вы видите, да, сзади Южная Африка и Израиль, она имеет сегодня определенное соединение. И знаете, это соединение во взаимоскрепляющих узах любви, и в этом все сказано, это взаимные узы. Это не одна из уз, что только, например, я буду получать от тебя, и я буду этим питаться. Я думаю, это называется паразитизмом, когда только одна сторона может питаться. Но отношение, дружба в Иисусе Христе и соединение, и взаимоскрепляющие связи, это взаимообмен. И когда мы съедаем друг друга только там, я вижу в Священном Писании написано, кровь Иисуса Христа омывает и очищает. И вы знаете, эта жизнь начинает через кровь Иисуса функционировать и пульсировать, когда мы съедаем, когда мы не ищем своего, когда нет соперничества, соревнования, зависти, ревности и этих ядовитых качеств, которые на самом деле не имеют кровь Христа, которые не имеют тела Иисуса Христа, но любовь она. Первое коринфянам 13 глава мы можем почитать. Я верю, что через это съедание, через эту любовь, Божья любовь, которая нам дает Бог съедать друг друга, мы даем возможность крови функционировать и течь через нас. И тогда эти органы, они соединяются. И тело начинает соединяться. И только это тело, оно может восстать против тела Антихриста. Только через эти взаимоскрепляющие связи. И очень, я думаю, наверное, печально видеть, как сегодня тело Антихриста соединяется в больших пропорциях и в большом движении, меньше, чем тело Иисуса Христа. Потому что там не ищется своего. Но почему-то мы как-то смотрим на эти моменты. Да. Как ты видишь это, Дмитрий? Это вообще интересный, такой глубокий аспект, как ты говоришь, то, что происходит в таинстве, то, что происходит мистически. Конечно, мы понимаем, что без непосредственного, конкретного вмешательства Господа в эти ситуации это невозможно. Мы, с одной стороны, осознаем, что наш Бог есть Бог единства, что Он сам един, Он один, и Он един. И Он сам по себе и семья, и Он сам по себе и команда. Вот почему Он смотрит семейно и командно на нас. Вот почему Он даже, Он может все делать сам, но Он делегировал эту власть телу. Он любит делегировать благословение, полномочия, наделение для другого тела. И я верю, конечно, отсутствие вот этого единства, не такого, как люди считают это единство, о котором видит его Бог. Я думаю, оно приводит к тем, что, ну, есть определенный недостаток в правильной функциональности тела. Вот почему мы иногда даже не видим тех вещей в сфере сверхъестественного, в сфере духа, в сфере манифестации, проявления, да, той же славы. Вот. Потому что тело не находится в том состоянии еще и не функционирует так, как должно. Что ты можешь вот тоже об этом сказать, добавить? Как вот, видишь ли ты, и что ты думаешь о том, чтобы пророческие люди, пророки, пророческие люди, вот, как ты видишь, чтобы происходило вот это вот соприкосновение с ними? Вот, может, какие-то даже практические шаги? Ну, наверное, то, что мы разговаривали с тобой, эти дни о том, чтобы пророки городов, пророки стран, они могли объединяться. и объединяться для того, чтобы можно было увидеть, а что сегодня Бог делает в небесах, а что сегодня Бог делает на земле, а что сегодня Бог делает в странах. Я из Израиля, и, наверное, каждому не секрет, что происходит в нашей стране, и это страна последнего времени, и за нашу страну важно молиться, и многие страны, они становятся вместе с Богом Израилевым. И также я вижу вот этот момент единения, но без вот этого общения этого не произойдёт. И, как вы видите, сейчас Бог соединяет разные грани пророков и стран, где соединяются пророки Израиля, где соединяются пророки Африки, и где начинает происходить общение. И только там начинает кровь, проистекать, и начинает нести полезные элементы. Те элементы, которые есть в Южной Африке, я верю, Израиль нуждается. Но то, что есть в Израиле, нуждается также Южная Африка. Но это всё происходит через тело Иисуса Христа. И я думаю, это тот момент, что пришло, наверное, время оставить идол поклоняться своей правоте и право быть правым, право доказывать свою доктрину, теологию, доказывать свою точку зрения. И я думаю, пора умиреть для этих вещей, которые не есть зрелость, Галатам 5 глава говорит о делах плоти, если это ещё у нас есть сегодня, и есть и распри, и есть ссоры. Но там, где мы учимся зрело принимать другого человека не по нашему образу и подобию, а по образу и подобию Бога, то нам будет легко принять другую грань, которая не движется так, как мы. Я встречаюсь в моей жизни с разными пророческими людьми, которые не такие совсем, как я. И для меня это ценность. Я смотрю, я вижу Бога в тех проявлениях, которых нет во мне. И мне очень нравится соединяться с этими людьми, потому что я соединяюсь с этим человеком через хлебопреломление духовное, преломляя его практику, преломляя его опыт, преломляя его жизнь, в которой есть кровь. И через это мы преломляемся и обмениваемся опытом, где мы можем поддерживать друг друга, где мы можем также друг другу дать какой-то совет и молитвой поддержать. Я верю, есть разные моменты, где мы нуждаемся все в поддержке. Но если мы будем по одному пророку в городе, в стране, в нации, мы не сможем устоять. Как написано в Экклесиасте, что верёвка в трое скручена, она не скоро порвётся. Я думаю, что Бог, наверное, зовёт через этот момент и через это послание, начать соединяться пророческим граням. И на самом деле не искать своего и дать Богу это совершить, чтобы мы не построили Вавилон, который строится усилиями человеческими и где кирпичики одинаковые, но где мы дадим Богу построить из нас вот этот жертвенник, на которого он придёт и положит агонца. Вау! И я думаю, это сердца, которые как жертвенник Бог хочет собрать для того, чтобы на самом деле был положен этот агонец. И эти все камни будут совсем разными, но между этими камнями будет Дух Святой с ветром, и этот огонь будет восходить, и это будет богоухание с земли на небо для Господа. Но только тогда, когда мы все сможем собраться в один жертвенник, когда мы сможем признать Господа друг в друге, когда мы сможем признать различность грани, различность талантов, различность проявления и почитать, почитать, уважать Бога в каждом. Я думаю, Бог, наверное, зовёт нас это делать. И может быть, этот момент спросить у Господа, Господи, а что я сегодня? А с кем ты меня хочешь сегодня соединить? Я верю, что Бог будет показывать через сны, через видения, через определённые откровения, через смирение и кротость однозначно, где Бог хочет, чтобы мы сегодня пришли и постучали в дверь сердца другого человека и сказали, а можно ли я тебя преломлю? Ты знаешь, я очень любил твой дар, очень любил твой талант, но я не знаю, какой ты, я не знаю, что ты проходишь. А могу ли я понести что-либо с тобой? Я думаю, этот момент очень важен. Спасибо. Я думаю, на самом деле есть над чем задуматься. И я верю, что вы неоднократно будете переслушать то, о чём говорит Дебора, потому что это на самом деле становится критически. актуальным в теле Иисуса Христа для того, чтобы мы двигались дальше и продолжали. Я верю, что уже вы вкусили определенный плод с этого дерева. И мы будем продолжать делать тут молитесь за моё зрение. Халлалюя! Я тут время от времени смотрю, сколько у нас осталось времени. ха-ха-ха-ха! И у нас ещё есть время на один вопрос. И завтра, послезавтра, я же говорю, по максимуму пройдём, чтобы вы были благословлены. что я хочу ещё от тебя попросить. Возможно, нас будут слушать или уже слушают определённые пророческие люди или пророки, которые по той или иной причине пока не состоялись. Или которые ещё незрелые. Или у которых нет возможности или понимания, как двигаться дальше. Возможно, те, которые были отвержены, побиты, забиты, которые, ну, может, где-то даже сломались в испытаниях и сказали, всё, я не могу просто нести это призвание, я не могу нести эту милость, которые были преследуемы другими церквями, другими верующими служителями. То есть есть те, которые, может, сейчас находятся в пещерах, в каких-то рвах, в каких-то ямах, в каких-то тюрьмах и Бог призвал их светить, Бог призвал их гореть, но они сами или потеряли, или не переживают на данный момент этого огня и этого света. И вот в заключении, перед тем, как мы закончим, может, высвободи, пожалуйста, как вот из твоего сердца определенное обращение непосредственно вот именно к этим ребятам, к этим группам людей, которые не поставлены в эту сферу еще, хотя она им принадлежит. Дорогие, я благословляю сейчас каждое сердце, которое раненое, которое побито и которое потеряно. Именно в этой потерянности приходит Бог. И я просто сейчас каждого ободряю, кто слышит, кто слушает. И Бог очень любит тебя. Ты очень ценен и ты ценна для Господа. И Он верен, написанно верен обещавший. И знаешь, просто на том месте, на котором ты сейчас стоишь, закрой глаза свои, подними свои руки Господу и просто скажи Ему, что я сдаюсь, я хочу простить, как ты простил мне мои грехи, так и я прощаю этих людей, которые сделали мне боль, причинили мне рану. И отпусти своих должников. И я просто благословляю каждого благодатью. Без благодати это нельзя сделать. Благодатью отпусти тех людей, которые сделали больно, где хочешь ты или не хочешь, это приходило тебе в твой разум, где ты в своих мыслях доказывал и говорил с обидчиком, доказывал какому-то человеку, который откритиковал тебя, который отверг тебя, который не принял тебя. Просто сейчас благодатью отдай их в руки Бога. И прощение это не значит согласиться с тем, что человек прав. Прощение это означает с тем, что отдать это в руки Бога и позволить Богу исцелить твое сердце. Слишком большая цена поставлена. Твое сердце важно для Господа. Ты важен и ты важна для Господа. И я сейчас благословляю, чтобы Бог показал ту частичку тела и показал ту группу людей, убраны цепи обвинения, самообвинения, самоосуждения, стыда и позора из твоей жизни. Моисей в свое время убил человека, но Бог помог ему выйти и стать тем человеком, лидером, который вывел полностью весь народ из Египта. Иаков был обманщиком, но Бог позволил ему пройти этот процесс. Вы знаете, иногда для того, чтобы пошел на самом деле полководец из Моисея, нужно было, чтобы из Моисея вышел убийца. Для того, чтобы пошел Иаков, нужно было, чтобы из Иакова вышел лжец, чтобы потом пошел отец Иаков, который стал благословением для народа. И можно дальше перечислять, чтобы Петр пошел, стал апостолом, нужно было, чтобы из него на самом деле вышел предатель, а из предателя потом дальше пошел апостол. Не разочаровывайтесь, Господь, он всегда второго шанса и я говорю то что есть сегодня в твоей жизни не будет так всегда и бог он всегда бог второго шанса и бог на самом деле бог милости и благодати я думаю что пусть вот это божья милость рахами она прибудет на тебе и может свое время мы поговорим обязательно вау этой милости чтобы божья милость дела тебя и помогла пройти тебе тот период который ты не смог и не смогла бы пройти сама и мы сейчас благословляем тебя на том месте где ты слышишь и слушать чтобы бог исцелил тебя чтобы бог восстановил тебя чтобы бог показал тебе тех людей с которыми бы тебе можно было двигаться и чтобы бог показал тех людей как которые бы съели бы тебя и который бы ты смог также скушать где соединилось это таинство хлебопреломление соединения в одно тело и шуах а вообще где на самом деле это полнота и где кровь она мывает она очищает и от всякого греха который сегодня может держал тебя в рабстве через обиду через непринятие через горечь и мы благословляем также сейчас совместно небесным медом небесным молоком твое сердце твою внутренность чтобы ты смог и ты смогла пройти этот период и пройти эту пустыню которая на самом деле откроется благословением в твоей жизни где ты увидишь много источников которые будут открываться через этот период не отчаивайся потому что бог он живой и он дает пройти определенные вещи но наша задача сказать ему до всей внутренности всем разумению всеми мыслями отдаться в руки живого бога который сможет провести который сможет тебя вывести который сможет тебя привести с определенными людьми которые сможет соединить тебя не спеши не помогай богу позволь богу это совершить внутри тебя потому что на самом деле бог живой на самом деле бог действенный и там где ты сама и сам пытался что-то делать и разочаровался наконец-то пришло время смерти но только где смерть и погребение открывается настоящая жизнь воскресенье нашего господа и в этом силой благодать очень большая и мы благословляем тебя благословляем дорогие спасибо спасибо дебора а вы если думаете и чувствуете что вы потерялись вы не потерялись бог не потерял тебя ты может потерялся сам для себя поэтому сделай шаг написано приблизьтесь к богу и приблизиться к вам в заключение хочу дать вам слово мудрости слово мудрости иногда она говорит об определенном пророческом действии совершить его в будущем и которая подключит вас к будущему и высвободит будущность вас если у вас это есть сейчас дома или если нет дома купите завтра купите какой-то чистый блокнот или какую-то чистую тетрадь возьмите ручку откройте ее и что вы увидите перед собою вы увидите чистый лист на котором еще не написано вы увидите новое которое на котором еще что-то не начертано но будет начертано оставьте все то позади что было не позвольте этому весу удерживать вас в прошлом разорвите эти веревки взять возьмите ручку и напишите в начале листика вот я господи и смотрите что будет будет делать бог вашей жизни мы будем продолжать на следующих уроках не пропускайте много глубоких вещей будут будет высвобождаться вашу жизнь благословений дорогие пока шалом литроот